здравствуйте дорогие друзья мы с вами сегодня завершаем месяц февраль а еще если больше сказать завершаем период и сезон зимы несмотря на то что еще вокруг нас много характеристик зимы но мы точно знаем что она уже завершилась и поэтому сегодня вас поздравляю завершением и конечно же скоро то есть завтра со стартом со стартом нового сезона и поэтому сегодня продолжая говорить с одной стороны по 21 псалму с другой стороны надо понять еще такую фразу не всегда так будет то есть если кажется затянулся сезон зимы у нас он достаточно в нашей местности в этом году был очень обильным со снегом с морозами с длительностью потому что далеко не всегда у нас зима приходит в декабре а тут она пришла в ноябре то есть по количеству снега по количеству того что были морозы это было так скажем даже уже необычные для севера но несмотря на это мы с вами знаем что не всегда так будет пройдет и это и я хочу сегодня сказать что бы ты ни переживал где бы ты ни находился пройдет и это с одной стороны эта фраза она также относится и к тому что светлое доброе теплое тоже не всегда так будет поэтому мы себя можем держать в определенной форме с пониманием вот этого слова этого тезиса этого текста и поэтому и сегодня я хочу сказать что пройдет и это где бы ты ни находился но это не значит что в следующий день будет хуже или лучше он просто будет другим и к этому надо тоже быть готовым сезоны они тоже сменяют один за другим для того чтобы наша жизнь не была пресной не была скучной не была однообразной господь дает нам сегодня переживания вот на этих уровнях в том числе и поэтому когда наступают какие-то трудные обстоятельства они у нас как будто бы затягиваются то есть время тянется в это время оно не бежит как тогда когда у нас все хорошо и счастливые часов не наблюдают а вот тогда когда трудности тогда часы минуты мгновения все тянется хотя мы остаемся на одной линейке времени поэтому просматривая то что происходило в жизни иисуса христа 18 стих можно было бы перечесть все кости мои они смотрят и делают из меня зрелище почему-то людям хочется заострить внимание на каких-то минусах либо на поражениях в жизни человека я сейчас говорю не просто о врагах которые подсматривают которые подыскивают которые ждут когда споткнется человек а я даже говорю о родителях и детях посмотрите когда ребенок что-то сделал хорошее чего-то достиг может быть сделал обычные вещи но убрал хорошо свою комнату либо привел в порядок то что у него было на столе и так далее но что-то сделал такое позитивное воспринимается как норма и мало похвалы мало вдохновения может слышать в этот момент ребенок но как стоит ему что-то сделать не так тут будет целый каскад всяких слов может быть обидных выражений и еще чего-то похожего и потому здесь мы видим тут же самую закономерность потому что у дьявола один ход но печально когда родители попадаются под влияние совершенно иного духа они и забывают что они курьеры курьеры божьего послания если понимаешь что будешь бога транслировать в своих детей если не понимаешь что будешь транслировать то что является сейчас навязанным раздражением состоянием недовольства который будет также высказываться в адрес детей но они в данном случае это то место куда приходят послания и они в себя их впитывают это знаете как чаша как мера какую-то которую мы наполняем и вот эта мера она заполняется чем выбирают родители соответственно здесь мы по этому тексту мы тоже видим эту же закономерность можно было бы перечесть все кости мои они смотрят и делают из меня зрелище то есть вот тогда когда есть какое-то слабое звено давайте попросим у бога способности это слабое звено укрепить они сделать зрелищем в жизни христа жизни давида были похожие состояния и в нашей жизни мы тоже что-то можем вспомнить но чтобы нам так не поступать об этом попросим у бога небесный отец я благодарю тебя что мы можем сейчас принимать решение прощать тех людей кто это в жизни нашей когда-то мог делать и дай нам это осознанно отпустить развязать эти узлы но помоги самим не быть числе тех людей которые могут навязывать негативное настроение состояния через обострение минусов в жизни человека я прошу потому что знаю что мы все люди и все в этом нуждаемся помоги нам господи видеть твоими глазами и принимать от тебя способность идущую с небес будь благословен в каждой ситуации в которой нам надо получить победу во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok